В эфире информационная программа события. Здравствуйте, в студии Айгуль Зыганшина. Жители Самары стали свидетелями исторического события. В областной столице торжественно открыли триумфальную арку Победы. Монументальное сооружение разместилось на аллее трудовой славы, как дань памяти военному и трудовому подвигу жителей города. Марина Матвеевна наблюдала за церемонией. Монументальные сооружения на аллее трудовой славы. Триумфальная арка Победы. 15 метров в высоту и 14 в ширину. Монумент, посвященный военному и трудовому подвигу жителей Куйбышева в годы войны. Столь грандиозные сооружения в Самаре открывают впервые за 30 лет. Наш город имел на площади славы славы, монумент славы, вечный огонь. Но не было у нас памятника ветеранам труда. И вот накануне 70-летия Победы открываем эту величественную арку. В ноябре 2013 года именно ветеран Великой Отечественной войны Николай Трынин предложил возвести триумфальную арку. Местные власти предложение поддержали. Идея, объединяющая в одном монументе героев передовой и тыла, уже через полтора года стала реальностью. Арка Победы будет напоминать самарцам о том, что в самые тяжелые годы военного лихолетия наш регион стал опорным краем страны и своими выдающимися трудовыми достижениями приблизил разгром врага. Не случайно арка Победы стоит на аллее трудовой славы. В годы войны Куйбышев был не только запасной столицей, но и кузницей, где ковалась Победа. Сюда были эвакуированы все крупные заводы страны. Рабочие стояли у станка по две, три, а то и четыре смены подряд. Все для фронта, все для Победы. Именно в Куйбышеве собирался каждый четвертый боевой самолет, каждая пятая авиабомба, каждый третий артиллерийский снаряд. Это определенный кредит доверия всем нам, живущим сегодня. Кредит, который мы обязаны с вами обязательно исполнить, быть достойными того трудового подвига, которым наши сограждане проявили себя в годы Великой Отечественной войны, в период восстановления народного хозяйства и в более поздние времена. Мы открываем не просто одну из основных достопримечательностей нашего города, а сегодня создан символ и знак нашей истории, нашей памяти, нашего единства. Свидетелями исторического события стали горожане, как сквозь горнила войны в мирное время самарцы прошли сквозь арку. Гордость за свою страну, за победу, гордость за нашу безымянность. Слезы радости, слезы гордости за и город, и за страну, и вообще за все. Такое вот сооружение, я говорю, сколько жили, такого не было. И вдруг вот все вмиг преобразилось, и стало так красиво, вот так вот торжественно, так приятно. Ну просто, знаете, гордость берет. Радость. То, что у нас такая хорошая родина, что у нас такие хорошие люди. Я учусь в кадетской школе и собираюсь после окончания школы идти в армию. Марина Матвеевична, Артем Сулайманов. События. После реконструкции к юбилейной дате торжественно открылся парк Победы, одно из знаковых мест города и один из любимейших парков жителей обрел новый облик. Торжественный парадный. Теперь он полностью соответствует своему имени. Детский духовой оркестр и юные барабанщицы встречают самарцев у входа в один из самых торжественных парков города. Ввысь взмывают фонтаны. Такими красивыми самарцы их давно не видели. Парк отремонтировали к юбилею Великой Победы. Дорожки, газоны, детские спортивные площадки, мемориалы, памятники, установленные в парке – теперь все на должном уровне. Здорово сделано. Привели в соответствие, как должен быть, особенно к 70-летию. Нужен для, как говорят, поколения, молодого поколения, чтобы они не забывали, что была такая война. Всегда нужно помнить об этом. И плитку положили, и цветы насажали, и новые детские площадки, и вот еще и церковь пристроили. Так что очень много всего сделано было. В связи с 70-летием нашей Победы приятно, что наш руководство не забывает облагораживать места, когда люди ходят отдыхать, и здесь памятник Карбышеву, например, могут люди возложить и цветочки, и вспомнить, детям рассказать про его подвиг. Парк в советском районе Самары был основан в честь 30-летия Победы. К 70-летнему юбилею он преобразился. Ремонт начали в прошлом году, завершили как раз к празднику. На центральной площади, где памятная Стелла, Вечный огонь, мемориальный комплекс с Куйбышевцем, участником Парада Победы в Москве 1945 года и памятник Дмитрию Карбышеву, каждый житель города вспоминает о подвиге участников войны и тружеников тыла. Куйбышев, да и не только город Куйбышев, но и Сызрань, и многие другие наши города и села внесли просто огромный вклад в Великую Победу. Мы должны сделать все, чтобы отдать дань памяти, дань уважения тому поколению, которые ковали Победу и в тылу. Куйбышевцы не только помогали фронту в годы войны, но и после восстанавливали страну. На эвакуированных заводах развивали промышленность. Все наши помыслы, вся наша энергия и все наши силы должны быть устремлены на то, чтобы та слава и тот трудовой подвиг, который создавался десятилетиями, были продолжены в нынешней ситуации. А жизнь нам дает очень уникальную возможность и сделать наш город более сильным, более красивым, действительно опорным центром нашей Великой Родины. Юное поколение гордится и помнит подвиги дедов. На торжественном открытии собрались воспитанники почти всех военно-патриотических клубов города. И грянул День Победы в исполнении 21-го духового оркестра. Тем временем в Самаре полным ходом идет репетиция Парада Победы с участием в военной технике. Горожане уже привыкают к креву танковых двигателей и авиации. Подробности о подготовке парада в репортаже Марианы Мирной. Ожидая команду «Поехали!» солдаты российской армии уже на готове в кабинах своих танков, которые пройдут по площади Куйбышева и дальше по улице Молодогвардейская 9 мая. С таким танком страна может спать спокойно. Танк очень быстрый, маневренный, хорошая броня, просто управление. Сейчас заканчивают собирать трибуны для зрителей и проводят инструктаж с охраной народными дружинниками. А также с волонтерами, которые будут помогать гостям на праздновании Дня Победы. Мы должны рассаживать людей по трибунам, оказывать им, естественно, посильную помощь в определении, где их место. Также мы должны помочь ветеранам или потерявшимся людям найти свои места, помочь им сесть также. И, в принципе, если кому-то станет плохо, конечно же, направить их к врачам. Парад Победы репетирует во всех городах. На Красной площади в столице москвичи знакомятся с новейшим танком «Армата». Большинству зрителей, конечно, хочется посмотреть именно на военную технику, мощь и гордость страны. Самое интересное, это все-таки историческая часть, когда мы можем наблюдать именно те танки, те единицы, которые воевали именно в 41-45 году. И когда мы смотрим на ветеранов, когда они видят именно те машины, на которые проезжают, у них бегут слезы, они это все вспоминают и мурашки по телу. Завершаются последние приготовления к грандиозному празднику, который пройдет в Самаре 9 мая. Великий день Победы будут отмечать с размахом. В этом году площадь Куйбышева может вместить рекордное количество зрителей. 30 тысяч человек смогут полюбоваться парадом военной техники и не только. Марьяна Мирная, Павел Пресняков. События. На железнодорожном вокзале внимания горожан приковал легендарный паровоз Л-38-54, получивший название в народе «Лебедянка». Ветераны Великой Отечественной войны и бывшие сотрудники Куйбышевской железной дороги проделали путь из Кенеля до Самары, чтобы вновь ощутить то трепетное чувство возвращения с фронта домой. Вот он, один из тех паровозов, которые во времена Великой Отечественной войны, подобно кровеносной системе, служили на благо Отечеству. Они отправляли молодых ребят на передовые, перевозили раненых, доставляли технику и, конечно же, возвращали солдат-победителей домой. Эта идея к нам пришла еще в прошлом году. Мы нашли жизнеспособный паровоз в городе Пенза. Там он был восстановлен на базе локомотивного депо. На платформе паровоз с ветеранами встречали живым оркестром. Прекрасно. С музыкой, песни попели. Все хорошо. Особая честь выпала команде машинистов, которые с большим удовольствием согласились управлять легендарной лебедянкой. Конечно, приятно прикоснуться к старинетам. Представляешь, что как деды наши ездили на этом. Откладывается, конечно, в душе. Вес паровоза составляет почти 170 тонн. Он вмещает в себя около 18 тонн угля и почти 30 тонн воды. Разгоняется при этом до 80 км в час и совершенно непривередлив в топливе. Паровозы, они безотказные. Они работают на любом топливе. Наложить дров, они на дровах будут работать. Наложить мазут, налить. На мазуте будет работать. Угля накидать, на угле будет работать. После завершения реконструкции и прибытия воинов для ветеранов и бывших работников Куйбышевской железной дороги прошел концерт на стадионе «Локомотив», приуроченный к 70-летию Великой Победы. Юрий Корнаухов, Павел Баймаков, Павел Пресняков. События. Дань памяти подвигу советских воинов отдали сотрудники полиции, спортсмены-кадеты. На территории стадиона «Динамо» они высадили аллею из голубых елей. Молодые деревья станут символом Великой Победы. Вечно зеленые красавицы теперь будут расти на территории стадиона «Динамо». Аллею из голубых елей высадили участники общественного совета при областном главке, совместно с воспитанниками приюта «Ровесник», кадетами, спортсменами. Дерево посадил и начальник главного управления МВД России по Самарской области Сергей Сладовников, а также поблагодарил за помощь молодое поколение. Молодец. Трудяги, да? Еловая аллея появилась в знак благодарности самарским ветеранам и в память о великом подвиге защитников русской земли. Мы сегодня им хотим еще раз сказать благодарность, еще раз поклониться им за то, что они отстояли нашу страну, отстояли мир, победили фашизм, дали возможность своим детям, внукам, всем нам, всем гражданам нашей великой необъятной страны жить в мире. Голубые ели на территории стадиона «Динамо» будут расти, устремившись к небу и свету, как стремился к победе советский народ. Алина Чемерес, События. Обустроят детские площадки, помочь спасатка аллеи. Жители поселка Озерный поделились с главой администрации Самары Олегом Фурсовым идеями по благоустройству района. Здесь живут переселенцы из ветхого и аварийного жилья. Сейчас поселок активно развивается, в ближайшее время появится своя аптека в планах строительства детского сада. Помидорчики, грядочки, облечки. Тоже обязательно. Ну и в основном цветы тут сажают. Небольшой сад под окнами своего дома для Мозгута Шарапова – настоящая гордость. Здесь он проводит все свободное время. Когда раньше жил на улице Революционная в Самаре, такой возможности не было. В Озерный с женой переехали три года назад. Все устраивает, не хватает только большой аллеи. На встрече с главой администрации Самары Олегом Фурсовым Мозгут Шарапов предложил обеспечить жителей инвентарем и саженцами. Деревья нам нужны. Вот я уже говорил. Чернозем. Нам нужен еще там тротуар. Вы когда заезжали, наверное, видели широкую дорогу и все. Народ по нему ходит до остановки. А тут машины у всех. И вот надо тротуар. И это далеко не все пожелания. В поселке живут много молодых семей. Гулять с детьми на свежем воздухе у реки – одно удовольствие. Но в поселке не хватает детских площадок. Вот одна площадка. Не хватает. Детей много. И со всех приходят. Также приезжают гости. Народ тут сидит. Район, да, он хороший. Но не хватает. Все он для детей мало. Удобства. Сейчас Озерный заселен на 70%. Местные жители рассказали главе администрации Самары о проблемах в некоторых домах. Есть, конечно, ряд квартир, которые построены с определенными нарушениями. Их не очень много. По ним будет приниматься отдельное решение. Но вот, пользуясь случаем, я хотел бы призвать тех людей, которые все еще сомневаются, жить ли в старом разваливающемся бараке или переезжать в современное качественное жилье на берегу озера, хотел бы призвать переезжать. Дома действительно неплохие. По просьбам жителей в ближайшее время в Озерном появится аптека. Запланировано также строительство детского сада и еще одной игровой площадки. Лариса Шлафаст, Дмитрий Мешканцов. События. Городская дума приняла устав Самары. Согласно документу, областная столица наделяется статусом городского округа с внутригородским делением. Вносятся изменения и в структуру органов местного самоуправления. В состав городской думы войдет 41 депутат. Они будут избираться из числа депутатов внутригородских районов. Главой города станет глава администрации Самары. Его будет выбирать дума из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией, сроком на 5 лет. Новый устав прошел несколько этапов обсуждений. Свои предложения мог внести каждый. После публичных слушаний документ рассмотрели на комитете в городской думе. Проект решения с учетом всех правок рассмотрен на итоговом заседании комитета по местному самоуправлению. У всех заинтересованных лиц была возможность ознакомиться с предлагаемыми изменениями в устав. Комитет и участники публичных слушаний рекомендуют думе утвердить представленный проект решения. За изменения в устав Самары депутаты проголосовали большинством голосов. В преддверии 70-летия Победы в 41-й Самарской школе открылся музей боевой славы. Учитель истории Мария Груняхина участвует в поисковых экспедициях несколько лет. Среди находок, оружия, документы, письма, предметы быта. Все вещи найдены под Оржевом. С зубной пастой и кремом для обуви на русскую землю немцы шли с расчетом остаться надолго. Самарские поисковые отряды несколько лет ведут раскопки под Оржевом. Среди находок – личные вещи, документы, оружие солдат советской армии и фашистских захватчиков. Самые ценные находки для поисковиков – останки бойцов, пропавших без вести. Личность некоторых удается восстановить по специальным медальонам с именами. Такой медальон найти – это огромная редкость, потому что в основном бумага портилась от времени, медальоны терялись или иногда не заполнялись вовсе. Все бойцы, личность которых была не установлена, были похоронены на кладбище в деревне Верегина. Все исторические находки теперь будут храниться в музее 41-й школы. Всего их порядка 200. Здесь школьники могут воочию увидеть, с каким оружием в руках шли в бой их прадеды, какими лекарствами спасались, какие письма писали домой. Очень понравились вырезки из газет «Правда», потому что они действительно пропитаны каким-то духом газеты тех лет. И чувствуешь себя на месте читавших их. То есть ты раскрываешь газету, первый раз видишь известие о победе, слышишь голос Левитана по радио, и, конечно, ты проникаешься. Подвиг, который совершили люди в Великой Отечественной войне, его всегда надо помнить. И ни в коем случае не забывать, особенно в такое время, когда пытаются переписать историю. В 41-й Самарской школе в год 70-летия Победы проводится большая патриотическая работа. Школьники встречаются с ветеранами, ездят на экскурсии по городам-героям. Не только этот год, и не только эта знаменательная юбилейная дата, но и вся оставшаяся жизнь детей, конечно же, наших, она пройдет с той памятью, которая у них сформирована, сейчас сформируется в школе. В преддверии празднования Дня Победы в 41-й школе прошла торжественная линейка и концерт. Также школьники смогли попробовать настоящую солдатскую кашу. Лариса Шалафаст, Станислав Левин, События. Ветераны в эти дни – почетные гости на любых мероприятиях. В одном из самых живописных мест Самары на вертолетной площадке молодые спортсмены провели дружескую встречу на ринге. Идею встретиться все вместе на дружеском матче по боксу поддержали депутаты Самарской городской думы. Среди болельщиков – ветераны Великой Отечественной войны и ветераны спорта. Хук слева, апперкот и победа над противником близка. За боем на ринге наблюдают ветераны спорта и ветераны Великой Отечественной войны. Подбадривать участников поединка вживую, ни у экрана телевизора – непередаваемые ощущения. В перерывах между поединками болельщики вспоминают свои заслуги перед Отечеством. Одни спортивные, другие боевые. Им есть о чем поговорить. Неумолимые воли к победе и неукротимые желания защитить честь своей страны объединяет ветеранов. И бокс, выучка боксерская, давала им очень большой шанс выжить в той войне. И многие выжили, говорили, благодаря той подготовке. И сегодня мы то же самое прививаем и нашим детям. И мы им говорим, вы победители и наследники той великой победы, которая была 70 лет назад. Бокс – это спорт очень мужской, спорт защитников. И не случайно среди боксеров есть большое количество ветеранов боевых действий. Во время встречи появилась идея создать книгу о самарских боксерах, которые стали участниками Великой Отечественной войны. Собирать материалы для книги начнут уже в ближайшее время. Марина Матвеевична, Сергей Баскин, События. И у меня на этом пока все. Смотрите нас онлайн на сайте samara.tv через специальное бесплатное приложение для телефонов и планшетов на базе Android и iOS. Полный архив передач на samaragis.ru. Следуйте за нами в Twitter, читайте нас в социальных сетях ВКонтакте и Facebook. Всего доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Вступили в силу обновления для справочников средней стоимости запчастей, материалов и норма часа работ. Увы, но теперь стоимость ремонта автомобилей выросла на 19%. Рост цен на расходные материалы составил от 19% до 47% в зависимости от производителя. Новые средние стоимости коснутся не всех пострадавших в авариях. Решением президиума РСА от 16 апреля 2015 года установлено, что под ДТП, которые произошли до 30 апреля 2015 года включительно, используются данные из первоначально утвержденных справочников. А для выплат по авариям, которые произойдут с 1 мая 2015 года, должны применяться новые данные. Между тем, страховые компании дружно показывают высокие прибыли в работе. Из чего тогда стоимость ОСАГО-то повысили. Наши туристы разбили статую Геркулеса в итальянском городе Кремона. По данным полиции, два балбеса залезли ночью на статую, чтобы сделать селфи. Пока лезли, умудрились отколоть мраморную корону. Сейчас полиция разбирается с инцидентом. По легенде, город Кремона основал Геркулес, поэтому его статуя является символом города и большой ценностью для местных жителей. Но, кстати, не только наши туристы отличаются умом и сообразительностью. Две американки были оштрафованы за то, что нацарапали свои имена на стенах Колизея. А на сегодня это все. Удачи в делах. Самарская гимнастка чемпионка Европы и гандбольная лада второй год подряд выигрывает серебро чемпионата страны. Вратарь Крыльев Советов поставил абсолютный рекорд за всю историю клуба. Крыльев Советов одержали 18-ю победу в первенстве футбольной национальной лиги. Накануне самарской команде сдался Красноярский Енисея со счетом 1-0. А беспроигрышная серия Крыльев теперь составляет 10 матчей. Вратарь Евгений Конихов продлил свою сухую игру до 789 минут. Это абсолютный рекорд Крыльев Советов за всю историю клуба. Тольяттинская лада проиграла Ростову-на-Дону 26-31 в ответном матче финала плей-офф чемпионата России по гандболу среди команд Суперлиги. Хотя шансы на победу волжан были. В первом тайме они даже играли на равных. 10-10 счет на экваторе. Но потом ростовчанки прибавили в скорости и меткости и потихоньку ушли в отрыв. К перерыву счет был уже 18-14 в их пользу. Вторая половина встречи прошла полностью по сценарию будущих чемпионов. Свисток рефери зафиксировал победу Ростова. И лада второй сезон подряд стала обладателем серебряных наград. В Минске финишировал чемпионат континента по художественной гимнастике. В упорной борьбе российская сборная выиграла золотые медали в групповых упражнениях. На втором месте Беларуси, на третьем – Израиль. Свой вклад в победу внесла и самарская спортсменка Ксения Полякова. Гимнастка тренируется в пятой школе Олимпийского резерва. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова